Коммунисты пикетируют против повышения налога на транспорт. Напомним, что Ивановская областная дума приняла решение повысить ставку налога на грузовые автомобили. Рост составит от 19 до 54 процентов в зависимости от мощности двигателя. Собранные деньги отправятся в дорожный фонд, а потом пойдут на ремонт трасс. Однако у коммунистов это вызывает большие сомнения. Они считают, что резко подскочит цены на все то, что перевозится. А вот дороги останутся в прежнем состоянии. На дороге и так выделяется большое количество денег. Дороги у нас так и не чинятся. Долгострой, например, в обход города, уж сколько ему, лет пять, наверное, и все, никакого продолжения. Огромные деньги туда, буханные, ничего. То же самое касается дорог в самом городе. Ямочные ремонты проходят, а каких-то вот серьезных кусков трассы не ремонтируются. Кто-то уже просто не обращает внимания на несогласных совсем коммунистов. А кто-то обращает и даже в суд подает. Комитет Ивановской области по транспорту и связи подал иск в суд на самих партийцев, общественную организацию «Перспектива» и на Андрея Автанеева в частности. Так чиновники пытаются защитить свою деловую репутацию. Дело в том, что Андрей Автанеев написал статью «Ох уж этот 131 маршрут». Там говорилось о новом перевозчике Забавине, который, по мнению автора, работает, не соблюдая законы. А комитет, в свою очередь, такую работу покрывает. У меняется явная коррупционная составляющая работы комитета. И мы об этом говорили. Они отказываются это принимать. Отказываются. Раньше, когда они думали, что общественная организация, войдя в состав конкретной комиссии, не заметят какие-то нарушения, мы заметили. И после этого они нас перестали приглашать. Перестали с нами общаться и только с помощью судебных исков пытаются. Но я еще раз повторяю, чтобы защищать деловую репутацию, надо ее сначала приобрести. Чем закончится судебная тяжба Василия Силкина и Андрея Автанеева, пока не ясно. Но последние от своих слов явно отказываться не собирается. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.